Добрый день. Мы продолжаем наш разговор на тему культура и интеллигентность. Продолжая его, я снова хочу напомнить, что речь идет об интеллигентности, как о некотором психологическом свойстве, как о некотором человеческом свойстве, как о некоторой степени одухотворенности, а не о социальной группе или группе, связанной с образованием, с местом работы и так далее. Это нужно опять подчеркнуть, чтобы у нас не возникло недоразумения. И сейчас надо было бы основиться на другой стороне вопроса. В прошлый раз мы говорили главным образом о таких душевных свойствах, как терпимость и, по сути дела, доброта. Да, поскольку, как вы помните, я даже привел такой образ, связанный, имеющий научные основания, образ диалога между матерью и младенцем, как такую модель идеального взаимопонимания и понимания, основанного на любви и на доброте. Но доброта не есть единственное психологическое свойство. Более того, в ситуациях, в которые нам предлагает история, в сложных и часто трагических ситуациях, доброта часто оказывается вынужденной быть не для всех доброй и не всегда доброй. И старый образ гуманизма с мечом на бедре, гуманизма, который способен не только проповедовать, но и защищать свою проповедь, это образ, имеющий основания. Об этом стоит поговорить, потому что у нас бытует представление о том, что интеллигентный человек – это человек мягкотелый, что это нечто вроде манной каши, и что поэтому в особенно важных и острых ситуациях он как бы и ненадежен. Между тем, как есть такие железобетонные герои, которые и представляют в этих ситуациях настоящую опору. Много было написано произведений о неустойчивом интеллигентном человеке, о интеллигентном человеке, который легко впадает в панику, которого надо контролировать, поправлять, воспитывать, особенно воспитывать. Сколько у него было воспитателей. Причем воспитатели эти сами часто нуждались в воспитании и понимали воспитание, ну скажем так, вплоть до физического уничтожения. И этот миф настолько у нас укоренился, настолько он в нас вошел глубоко, что об этом нужно сказать несколько слов. В этом смысле мне было очень важным, просто глубоко меня обрадовавшее, повесть писателя, который один из, принадлежит к той не очень многочисленной группе писателей, которые пишут о войне правду. И пишут, во-первых, потому что сами ее знают, а во-вторых, потому что правдивы. Одно без другого работает плохо. Правдивость без знания, так же, как и знания без правдивости, не дают. Это я имею в виду Василия Быкова. И все слушатели наши, наверное, помнят повесть сотников, по которой был снят фильм, по-моему, менее глубокий, чем повесть. Как Вы помните, там сталкиваются два героя. Один представляет собой крепкого человека, хорошего старшину, которого бы в строевой ситуации, в ситуациях, в кавычках, нормальной войны, конечно, следовало бы предпочесть. И другой герой, воплощающий в себе, не в том дело, что у него профессия та или другая, но он человек высокой духовности и высокой внутренней интеллигентности, он вначале повертывается как бы и неприятной стороной. Чего, кстати, нет в фильме. В фильме он сразу же святой, с первого кадра Христос, и поэтому нет динамики фильма. А там он ведет себя как бы хорошо, но не умело. Он идет в разведку простуженный, из благородства душевного, но не всегда душевное благородство уместно. Надо еще уметь. Он фактически своим кашлем проваливает операцию. Но когда они попадают в ситуацию, где уже ни физическая сила, ни умение, ни те качества человека, которые в обычной жизни дают преимущество человеку, ну вот, типа старшины, как второй герой Рыбников, когда они попадают в ситуацию крайнюю, где можно выдержать только силой духа, только душевным полетом, оказывается, что такой надежный старшина, такой крепкий пасует. А Сотников, интеллигент, человек неумелый, до определенного момента абуза. Он ведь мешает, когда стоит простая задача. Украсть барана, его надо украсть, потому что надо накормить замерзших в лесу партизан. Украсть барана и умело спокойно уйти. Тут он плохо, тут он провалил. Но когда надо вынести то, что вынести нельзя, вот тут оказывается, что человек физически слабый, не всегда умелый, выше и надежнее. Есть еще одна повесть, другого тоже очень правдивого писателя, Виктора Некрасова. Он давно уже написал такую повесть «Судак» у него. Очень без претензий, правдивая, небольшая повесть о лейтенанте, над которым все тоже как-то посмеиваются. Он судак, его так зовут, на нем форма сидит плохо, он штатский, глубоко человек. Но там, где надо проявить силу духу, оказывается, что внутренняя интеллигентность это та крепость, которую взять труднее, чем физическая сила. Когда уже вытянуть можно только на силе души. И поэтому тенденциозные рассказы о мягкотелости, о слабости интеллигентной души, это рассказы, которым я верю плохо. И мой жизненный опыт тоже свидетельствует о том, что люди сильной души, люди, которые могут на что-то опереться. Одни на религию, другие на веру в свой талант, третьи на чувство своего нравственного долга перед народом, но всегда на нравственное чувство. Эти люди оказываются способными вынести то, что физическая сторона человека вынести уже не может. И поэтому я думаю, что в внутренней высокой душевной интеллигентности присущ героизм. И это подтверждается историей. Потому что история человечества дает много примеров героизма, высокого героизма и, как правило, это люди высокого душевного полета. Те люди, которых мы сейчас, вот я называю людьми интеллигентной души. И это вызывает еще один поворот. Человек такого типа неизбежно приходит в конфликт со злым. и поэтому человек интеллигентной души, как правило, борец. И борец в тяжелых ситуациях. И отношение его с властями придержащими редко складывается идиллически. Об этом тоже нужно сказать. Потому что у нас бытует и другой миф, который использует социологическое утверждение, но, как очень часто бывало, войкапризирует его и доводит до простого и такого примитивного вида. Это представление о том, что интеллигентный человек, как любят говорить, наемный лакей власти. Это глубоко ошибочное представление. Опять здесь путаются люди интеллектуального труда, которые включены или в бюрократическую машину по своим должностям, или в машину управления, в машину власти, в машину администрации, которые обслуживают какой-то участок государственной или общественной или какой-то иной машиной. Это люди машины. Они могут называться интеллектуалами, их иногда называют интеллигентами или людьми интеллигентного труда или еще что-то. Это не то, о чем мы говорим. Действительно, эти люди, как все участвующие в этой машине, являются частями этой машины. Это бесформа. Но когда мы это переносим, а это делается сплошь и рядом, переносим на людей, выполняющих в обществе функцию ума и совести, а совсем не функцию обслуживания государственной машины необходимыми ей теориями, то это, как правило, люди не только неподкупные, но и готовые за свою неподкупность платить и опять-таки вся история этому иллюстрации. Ни одна из общественных групп не знает и никогда не знала столько мучеников. И поэтому не только глубоко оскорбительно, когда мы всех этих людей приравниваем и говорим, что это вот окей. Это такой же примитив, когда мы в жару антирелигиозной полемики говорили, что тот или иной мученик, который жертвовал собой на арене римского цирка, что он обманывал народ для того, чтобы затемнить его сознание религиозными догмами. Вот такое примитивность всегда опошление и всегда неумна. И точно так же мы неумны, когда в высоком самопожертвовании людей интеллектуальной души видим какое-то корыстное служение какому-то очередному социальному стройу. Более того, для того, чтобы такое возникло явление, нужны люди определенной степени независимости. И общество в разные исторические моменты выделяет такие группы относительно независимые. Это часто бывают люди выброшенные из общества или же сами ушедшие, порвавшие связи. Это будут всегда какие-то группы людей, которые не устроились уютно в данной социальной среде. И это еще не люди интеллектуальной души, но это часто их почва. Это часто та среда, из которой они вырастают. мы будем встречать таких людей на разных этапах исторического развития. И автоматически мы никогда не скажем, что это вот интеллигентность воплощенная в людях. Но мы скажем, это среда, где она может зародиться. Так, например, в средние века возникает определенные группы. В России их называют изгоями, на Руси называют люди, которые не уместились, как-то не пригрелись в обществе, которые в каждой среде чужие. Им не уютно, они критики. они конечно далеко не всегда они идеальны. И точно так же, как разбойный элемент сливается с элементом антифеодального крестьянского протеста, это ведь тоже люди, которые не нашли себе места, убежали, вольницы. точно так же и люди более широкого ума, более напряженной совести, а иногда просто беспокойные, уходят, скитаются, становятся бродягами, часто интеллектуальными бродягами, образованными бродягами. И это такая почва среда. Я говорю, например, о тех людях, которых в Европе в XII веке называли вагантами. Вагантами, то есть бродячими. Это были шкалеры, а шкалер в средние века это в общем социальное положение. Пока он при том или другом университете или при той или другой монастырской школе, у него есть социальный статус. Но вот он переходит от одного места в другое и начинает бродить по дорогам. Шкалеры, монахи, есть странствующие ордена, есть нищенствующие ордена, есть палопники, то есть есть люди, которым ходить положено. Они ходят, потому что таково их место на земле. и в средние века это отнюдь не редкий случай, потому что вообще земля это место паломничества. Но вот среди них оказываются люди, которые совсем не идут к святым местам и которые только прикидываются богочестивыми странниками, а на самом деле развеселые и сочиняющие песни, сочиняющие куплеты, отнюдь не всегда богочестивого содержания, и вносящие в поэзию элементы античной любовной лирики и народной поэзии. когда в начале девятнадцатого века обнаружили эти сборники, то представление о средних веках просто было перевернуто в головах романтиков. Рядом с мечтательным отшельником и благочестивым воином за гроб Господни появился развеселый эрудит, сочиняющий латинский довольно вольного содержания, иногда просто непристойные стихи, поэт профессионал или эрудит профессионал, которому нет места в жизни. Это среда. Она выделяет из себя отдельных людей более высокого типа. Это среда оппозиционная. Оппозиционная, конечно, ваганты, они оппозиционны в пределах, они не доходят до открытого бунта, но они стоят от общества как бы чуть-чуть на два шага в стороне и смотрят на него насмешливо, критически, с издевкой. И это нравится некоторым властителям в обществе, а некоторым не нравится, но уже они как бы играют с обществом, они стоят вне его. Такова же позиция людей эпохи ренессанса. Их стали, ну и сами себя называли гуманистами. гуманистами от гуманус в человеческий, поскольку высоко ставили и человеческое достоинство, и гуманитарные, гуманные науки, науки о человеке, и светскую образованность, это были люди социально очень разные. там были и высокие иерархи церкви, отдельные гуманисты, ну как папа Николай V, даже занимали папский престол. Они часто были служителями, ну как Николай Макиавелли, который долгие годы служил Флорентийской республике, но при этом они не были просто служащими, они не были просто иерархами, они еще образовывали такое братство людей культуры, особое, не зафиксированное, но легко узнающее друг друга, как, скажем, Томас Мор узнал Эразмо Роттердамского, когда тот явился к нему и не приставившись, но продемонстрировал свои знания и Мор вскричал ты или разум или сам дьявол. Они узнавали друг друга как тайные заговорщики и действительно были в этом мире как бы отдельным телом заговором людей ума, людей культуры, но отношения их с властью были сложными. Они редко приходили в конфликт. И в этом смысле можно так протянуть ниточку к другому, к той республике философов, которая сложилась в XVIII веке в Европе. В XVIII веке, веке, который сам себя называл веком просвещения и который считал, что он великий век, потому что это последний век несчастья человечества. Это последний век, когда люди обремененные суевериями, обремененные предрассудками, обогренные кровью предшествующей нелепой человеческой истории, увидели свет, свет разума. И теперь, ведь не может же быть, чтобы люди, которые увидели свет, остались бы по-прежнему жить в темноте. И вот сейчас на пороге двух веков, они ждали девятнадцатый век, на пороге двух веков происходит великое превращение, как скажет Карамзин, мы чаяли, великого соединения теории с практикой. Философы создают теорию, а сейчас наступит практика, которая будет воплощена в всеобщем братстве людей, помните гимн к радости Шиллера «Обнимитесь миллионы». И Карамзин молодой мечтал, что если бы он мог встать на высокую гору и собрать все человечество вокруг себя и сказать «Братья, обнимитесь!» и все бы со слезами друг друга обняли, вот тогда он мог бы спокойно отдать свою душу Господу. Это мечты юноши, Карамзину придется пережить в них горькое разочарование. Но это мечты эпохи. Герцен позже писал «Некогда еще грудь человеческая так легко не дышала, как великую весну 90-х годов». Вот великая весна 90-х годов, которая привела отнюдь не к лету, а к кровавым событиям еще неслыханного до того масштаба. Сначала к революции, к террору, а затем к войне, которая с 92-го до 15-го года сотрясала всю Европу от Гибралтара до Москвы. И вот в этой обстановке ожидания философы, а их было немного. Их было порядка двух десятков человек и в разных странах. От Петербурга до Лондона, но столицей их была, конечно, Париж. И эта группа, которая была на самом деле такими же людьми, как и другие люди, и так же доступна и человеческим страстям, и зависти, и ревности, раздираемо противоречиями. А вместе с тем они были едины в одном. Они себя чувствовали апостолами нового века. И искренне верили, что их слово создает новый мир. и это слово, которое объединяло всех, было слово терпимость, толерантность, толеранс. Терпимость, которая противостояла в их сознании средневековой нетерпимости, ненависти, стремлению силой навязать свои взгляды. Но очень скоро эти люди столкнулись с тем, что терпимость, чтобы не превратиться в бессмысленное слово, должна быть словом борьбы. Неслучайно их противники бросили им в одной из сатирических песен такое как бы кличку толерант толерантность. То есть терпимые нетерпимцы или нетерпимые терпимцы. Вот те, кто как бы проповедуют терпимость, а сами нетерпимые. Это, между прочим, частый поворот дела. Когда враги демократии чувствуют, что они потеряли свои позиции, они начинают взывать к демократии и говорить, что это недемократично подвергать их такой острой критике, что надо быть терпимыми. Поэтому само слово терпимость ставило вопрос и о энергии этого слова, и о борьбе. И здесь я позволю себе напомнить один эпизод. речь идет о Вольтере. Я специально останавливаюсь на Вольтере, потому что многое и в человеческом поведении, и в личности этого великого человека, действительно великого человека, нас сейчас раздражает. Вольтер нам сейчас не кажется таким апостолом истинной и уж тем более личные свойства его далеко не нуждаются в оправдании. И все-таки я хочу привести в пример его. Именно речь пойдет о терпимости. Вольтер проповедник, писатель, проповедник философ, писатель, поэт, кстати, прекрасный поэт, драматург, памфлетист неугомонный, человек, который при физической слабости обладал неистощимой энергией духа. Этот человек не был только тем язвительным насмешником или, как его называли его враги, циническим противником всего старого, он был еще и человеком великой души и души глубоко интеллигентной. Это, может быть, звучит сейчас неожиданно. Попробую объясниться. Это не идея, а это душа, это личность. Каждый год в день Варфоломеевской ночи Вольтер был болен. Варфоломеевская ночь с тех пор прошла до эпохи Вольтера почти два столетия. Можно было бы и забыть об этом ужасном событии, ужасном проявлении взаимной нетерпимости, когда католики перерезали без сожаления ночью женщин, детей, стариков, протестантов, наводнивших Париж вместе с адмиралом Калиньи, нарушив перемирие, страшные погромы прошли по югу в Тулузе ужасные. Франция была залита вероломно, залита кровью во имя единства церкви и во имя профанируемой религии. можно было философски осуждать это событие, можно было критиковать историческое прошлое, это мы все делаем очень легко и даже любим, вот, но быть больным в этот день, это означало нечто другое, это означало не только идеи, но и совесть, прошедшую через тело, совесть дошедшую до глубин, и это открыло Вольтеру одну область деятельности, одну сферу, которая для меня составляет самую мою заслуживающую уважение. Это его деятельность по защите несправедливо обвиненных, особенно обвиненных религиозным фанатизмом. все помнят историю Кваса. Гугенот, то есть протестанты, недалеко от Тувузы, а юг Франции, с одной стороны, там много протестантов, гугенотов, но там же очень сильно и фанатически напряжена католическая тенденция. И поскольку за этим уже тянется длинный хвост убийств, предрассудков, городская мещанская масса все время ждет заговоров со стороны протестантов. Происходит такая история. в семье протестанта старика Кваса несчастье кончает с собой, видимо, в припадке безумия сын повесился. Сначала городские слухи, сплетни, затем вмешательство монахов, затем вмешательство городского суда. суд происходит в обстановке фанатизма, в нарушении всех законов. Отца обвиняют в убийстве сына. Идет слух, что сын хотел перейти в католичество, и отец его убил. Следует ужасный приговор. 60-летнего старика подвергают сначала колесованию, палач ломом ломает ему руки и ноги, потом его живым сжигают. Семья, дочери отданные в католический монастырь, семья вынуждена убежать. Это дело становится известным Вольтеру. Вольтер не просто берется защищать память Клоаса, он трепещет, он исходит ненавистью и слезами, он пишет друзьям, он пишет людям, стоящим близко к правительству, он делает этот вопрос достоянием европейского общественного мнения. Несправедливость в глухом углу Южной Франции обсуждается всей Европой, от Петербурга до Лондона, и в конечном счете, правда, посмертно Класс оправдан, и дочери возвращены из монастыря, а главное это победа духа. А затем еще одна история, очень похожая, у другого, тоже недалеко от Тулбузы, у другого протестанта, тоже несчастье. Дочь, видимо, не очень умственно крепкая, попадает в монастырь, где ее с помощью бичевания пытаются обратить в истинную веру, она убегает и, видимо, в состоянии безумия падает в колодец. Семью, мирную, провинциальную тихую семью сервенов обвиняют в убийстве из ритуальных соображений. Семье удается бежать, но они заочно приговорены к смерти, и это дело. если почитать письма Вольтера этой поры, они писаны кровью. Я старик, я плачу от того, что принадлежу к этой ужасной нации. Они с площади, где казнят и колесуют, переходят в комическую оперу. это тигры обезьянами. Но через некоторое время произошла еще одна история. Уже не на юге Франции, а на севере. Молодой человек, лавар, дворянин, стал предметом ревности, поскольку одна дама, настоятельница монастыря, оказывала ему предпочтение, которое до этого она оказывала одному судейскому. И судейский этот обвинил молодого человека в кощунстве. У него сделали обыск у молодого человека, нашли сочинение Вольтера. И еще некоторые довольно вольные романы. Его обвинили в оскорблении святыни, а тут как раз кто-то на мосту поцарапал распятие. С ним поступили ужасные. Ему вырвали язык, отрубили правую руку и потом сожгли. Вольтер таким образом, когда он орудием насмешки боролся с фанатизмом, совершенно не был человеком, который в кабинете спокойно выбирает способы борьбы. И сейчас легко нам, глядя назад в середину XVIII века, сказать, что мы бы поступили иначе, чем Вольтер, и, может быть, не впадали бы в его крайности насмешек. Он имел перед собой кровожадного и торжествующего врага и боролся с ним всем, чем мог. и не только дело фанатизма религиозного. Любая несправедливость поражала его так, будто бы это с ним несправедливость. И последнее, что он поднимал много дел судебных. В архивах безгласного, молчаливого суда старого режима накапливалось несправедливостью. Вольтер был старик, он уже дряхал был, будто это несправедливость проходящая через его сердце. И последние слова, которые он написал, это были слова обращенные к человеку, вернее уже к его наследнику, человека несправедливо осужденного. Но речь шла о французском генерале, который сражался в Индии, сдал падишерию англичанам, был обвинен в измене и казнен. Вольтер доказывал, что генерал не виноват, что он жертва многочисленных злоупотреблений и козел отпущения. Уже перед смертью Вольтер узнал, что Лали оправдан. И последнее, что он написал «Умирающий воскресает, узнав великую весть». Если человек был настолько поражен несправедливостью мира, что в минуту, когда он покидал этот свет, думал о борьбе с этой несправедливостью, то он заслуживает не только уважение, но и оправдание в своих грехах многих. И я думаю, что многие из тех, я бы очень хотел, чтобы многие из тех, кто сейчас легко бросает в него камень, могли в своей биографии привести такие факты. защита толерантности, защита гуманности требует смелости. Действительно смелости, потому что борьба шла отнюдь не в безопасных условиях. И не единственный Вольтер, мы еще будем видеть длинную галерею людей совести, людей, для которых борьба с несправедливостью, с торжествующим хамством была более важна, чем личная безопасность и даже личная жизнь. Благодарю за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok